Дорогие наши гости, сегодня мы открываем наш центр веры для вас после долгого перерыва. Обязательная проверка температуры на входе, санитайзеры, маски, соблюдение социальной дистанции. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, проект «Активное долголетие» запускается с определенными ограничениями. У нас есть возможность принимать людей только на открытых площадках, на свежем воздухе. Поэтому и до 10 августа мы можем принимать в свои ряды только людей моложе 65 лет. Поэтому сейчас, в настоящее время, мы говорим о том, что мы открыли сейчас где-то около 500 человек эти занятия. Дальше мы доведем эту цифру до 2000. Вновь начать программу «Активное долголетие», в ходе которой пожилые люди занимаются спортом, творчеством, путешествуют и посещают экскурсии, решили весело. С разнообразными конкурсами, песнями и танцами. А начали с зарядки. Любовь Семеновна Оставьева увлекается декорированием посуды. В период самоизоляции ей пришлось заниматься этим в одиночестве. Теперь появилась возможность поделиться своими умениями с другими участниками проекта «Активное долголетие». Это будет декоративная бутылка, которую всегда можно подарить в подарок. А что за техника? Пин-парт. Самое популярное направление в проекте «Активное долголетие» – занятие скандинавской ходьбой. Для участников эти мероприятия не только способ активно проводить время, но и повод для общения. И вот его многим сильно не хватало. Безумно грустно было, потому что занятие – это смысл жизни. Это вот просыпаешься, уже думаешь, о, на палку вперед влез. То есть ждали с нетерпением открытия. Если эпидемиологическая обстановка будет оставаться стабильной, то планируется, что с 15 августа занятия можно будет проводить и в помещениях. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.